Между тем, Ассоциация Сила Фермеров утверждает, что на рынке нефтепродуктов в нашей стране существуют картельные соглашения, которые намеренно создают дефицит и максимально повышают цены. Более того, подобные действия, уверены, здесь угрожают правдовольственной безопасности страны. При этом Совет по конкуренции утверждает, что никакого уведомления не получал, а в настоящее время изучает текущую ситуацию в рамках расследования, начатого год назад, и вскоре примет решение. Ассоциация Сила Фермеров возмущена о ситуации, создавшейся на рынке нефтепродуктов. Как утверждают аграрии, дизельное топливо ввозят и перепродают аффилированным компаниям, продающим его по завышенным ценам. При этом фермеры, как утверждает Ассоциация, вынуждены покупать топливо по любой цене из-за искусственного дефицита. Уравнение простое. Если на всех заправках дорожают в один и тот же день, значит это сговор. Не может быть везде одинаково, потому что затраты на аренду заправок, зарплаты работникам разные, поэтому и цены должны быть разные. Поскольку они находятся на пороге сельскохозяйственного сезона, а также из-за ограниченных запасов, диз топлива фермеры из ассоциации направили несколько писем на имя премьер-министра Натальи Гаврилицы, в которых просят вмешательства комиссии по чрезвычайным ситуациям, дабы обеспечить их топливом для аграрных работ. Тем временем Совет по конкуренции заявляет, что не получал никаких уведомлений или жалоб относительно каких-либо предполагаемых нарушений. Много разговоров о том, что там что-то не так или же где-то есть какие-то нарушения. Но когда мы запрашиваем информацию у людей, которые приходят с этими заявлениями, мы ничего от них не получаем, чтобы иметь возможность констатировать, что действительно нечто подобное произошло. Мы не уведомляли Совет по конкуренции напрямую, потому что это учреждение призвано за подобным наблюдать. Они должны идти в ногу со временем и постоянно этим заниматься. Как пояснил нам глава Совета по конкуренции, учреждение может высказаться по теме, но это занимает больше времени, чем когда их уведомляют непосредственно граждане. При этом расследование, инициированное некоторое время назад, близится к завершению. Его цель – установить действительно ли существует картельный сговор между топливными компаниями в нашей стране. После слушания топливные компании представили дополнительную информацию и разъяснение. Сейчас мы готовимся вынести решение. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Совета по конкуренции в течение максимум двух месяцев. Никаких дополнительных подробностей об этом расследовании нам не предоставили.